Ну что, здравствуйте, дорогие друзья! Я от всего сердца, от всей души рада вас приветствовать сегодня в эту прекрасную, чудесную пятницу. Пятница, как известно, это день Венеры, это день любви, это день творчества, день красоты, духовного развития, это день духовности. И это день, когда необходимо учиться выстраивать высокие отношения. Сегодня тема у нас очень интересная. Мы анонсировали поговорить об изменах. На самом деле, темы, которые несут какую-то тяжесть в сердце, я всегда стараюсь избегать. Но на самом деле это одна из тех тем, которые нужно знать, нужно освещать, нужно говорить об этом. Об изменах говорить с самого раннего возраста. Потому что учить строить отношения необходимо начинать с детства. Если у нас сейчас что-то получается не так, это не потому, что мы плохие. Вся проблема всегда, проблема всех страданий в невежестве, в незнании. И измена – это та часть стороны жизни, с которой скоснулся практически любой человек, о которой мы просто не знаем, боимся проговорить. И невежество, связанное с этой стороной, часто очень приводит к тому, что это в нашей жизни может случиться. А у кого-то из вас уже случалось. Мы на прошлых занятиях говорили с вами об уровнях отношений. И сейчас, я думаю, уже у вас у всех сформировано понимание, что самый простой способ сохранить семью, создать семью крепкую – это самому обладать определенными личностными качествами. То есть у каждого из нас должен быть определенный нравственный моральный кодекс внутри. И тот кодекс, который мы развиваем на протяжении всей жизни, те черты характера, которые мы оттачиваем постепенно. И, конечно же, это первая сторона – это наши внутренние личностные качества, это наш моральный кодекс, этический кодекс. И умение правильно выбрать супруга. Но если же все-таки в течение жизни у нас складываются обстоятельства таким образом, что есть где-то какая-то проблема, давайте их попробуем разобрать. Дело в том, что, в принципе, люди начинают изучать знания о том, как сохранить отношения, после того, как отношения, что с ними происходит, после того, как отношения начинают трещать по швам. Ведь правда же? Так и происходит в нашей жизни. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, задавайте вопросы, чтобы была у нас некоторая такая связь взаимная. Как сохранить отношения в семье? Вообще причины для появления вот таких мыслей много есть. Мы не будем говорить сейчас сегодня о таких, ну, самых причинах, которые ведут деградацию, там, пьянство, рукоприкладство, наркотические зависимости, игровые зависимости. Мы сейчас говорим не об этом, потому что, если рассматривать эти причины, то тогда тут решение проблемы – это очень большая психологическая работа должна вестись или развод. В принципе, в ведические писания, они не приветствуют развод. И, конечно же, этого не хочется касаться. Если будет такой запрос, если в ваших семьях есть такие проблемы, мы можем обсудить и эту сторону жизни тоже, но попозже. А сегодня мы проговорим те моменты, которые в основном в семьях возникают. Первое – это недостаток внимания. Когда один партнер недодает другому партнеру своего внимания, игнорирует его потребности, и в связи с тем, что у него очень много работы, например, у него не хватает времени на партнера, вот это может привести к разводу. Недостаток внимания. Вспомните, пожалуйста, что такое внимание. Внимание – это энергия. Куда внимание, туда энергия. Нет внимания, нет энергии. И нет стремления жить в этих отношениях. Любые отношения должны находиться в обмене энергии. Между партнерами всегда должен быть обмен энергии. По-другому не получится. Это работа, это действительно труд. Вторая причина для развода является излишний контроль. Когда один партнер или оба могут ревновать очень сильно друг к другу, либо же излишняя опека. Это тоже может привести к неприятным последствиям. О чем это говорит? Это говорит об отсутствии доверия, по сути. Желание держать своего партнера в постоянном поле зрения. Знать, чем он занимается, знать, чем он дышит. Опять-таки, это не та история, которая приведет к счастливым отношениям. Следующий повод – это когда кто-то из партнеров не выполняет свои обязанности. Например, мы рассматривали это частенько и в классических текстах, и в ведических, когда один из партнеров является таким нахлебником. Тот, который все время перетягивает на себя часть ресурсов, при этом не компенсирует их. Один трудится в отношениях, старается, другой это игнорирует и никоим образом не принимает участие, опять-таки, в том самом обмене, обмене энергии. Вот третий повод, так скажем, для того, чтобы задуматься о том, что что-то в отношениях идет не так. Следующее – это рутина. Рутина – это когда отношения изо дня в день, одни и те же, ничего новенького такого вау-вау не происходит. И очень часто, особенно молодежи, молодым людям кажется, что причина в рутине – это их партнер. Но на самом деле здесь, как говорится, это может, конечно, просто казаться, а может быть, действительно в этом есть какой-то смысл. И последний повод для развода – это изменение. Вы знаете, что же нам делать? Вот сейчас сразу поподробнее все пять вот этих поводов. Когда нам не хватает внимания, когда мы чувствуем то, что вот этот энергообмен, он недостаточен. Есть у Гэри Чемпельмена, по-моему, книга такая. Многие ее читали, и я думаю, мы ее, наверное, отправим в нашу группу, которая называется «Пять языков любви». Вы знаете, в этой книге очень хорошо рассказывается об этих языках любви, о том, что каждый, смысл ее в том, что каждый по-своему выражает свои чувства. Ну, например, кто-то выражает словами, он говорит, я так тебя люблю, ты мой любимый, ты мой самый лучший, ты такой, ты хороший. А другой, он выражает свою любовь тем, что он прикасается. Ему очень важно, пройдя мимо, коснуться своего партнера, близкого человека, провести руками, рукой по волосам, например, да, дотронуться до плеча. И это делается, ну, все время, когда видишь своего близкого человека. Кто-то же выражает свою любовь, работая с утра до самой поздней ночи, и при этом он работает ради того, чтобы обеспечить своей семье самое лучшее. Вот таких языков любви есть пять. И несовпадение в выражении, когда один выражается, когда ему очень важно прикоснуться, и он именно этим показывает свою любовь, а другой пашет, работает, да, и здесь есть противоречия некоторые, несовпадение в выражении. И тогда обоим партнерам начинает казаться, что им не хватает внимания. И это именно кажется. Потому что ему кажется, что внимания ему не хватает, а заботу, которую о нем проявляют таким образом, он не ценит по достоинству. И если вам вдруг в какой-то момент кажется, что вам не хватает любви партнера, просто не торопитесь. Возможно, что вот это ощущение, оно возникло из-за того, что у вас разное восприятие. И если вы поговорите, в этом случае достаточно разговора для того, чтобы объяснить, что тебе необходимо, чтобы чувствовать себя любимым, что тебе необходимо, чтобы чувствовать твое внимание, и спросить у партнера, как он чувствует это внимание и любовь от тебя. И знаете, ведь здесь опять же работа над собой. Если ты знаешь, что нужно партнеру, если ты готов давать, то проблем нету, и вы вместе учитесь. И это не значит, что с первого разговора у вас все по щелчку получится, и вы сразу начнете выражаться так, как и понимать способ выражения партнера. Нет. Это работа. И есть еще один момент очень важный. Иногда выражение другого партнера для нас бывает проблемой. Если, например, я приведу вам такой пример. Если, допустим, в отношениях, где один партнер выражает свою любовь в прикосновение, а второй партнер перенес насилие, ну, это же может быть и физическое насилие, это может быть и психологическое насилие, да? Это все закладывается... Это не просто может идти вот сейчас с детства, или из-за насилия, которое мы там как-то вот недавно, допустим, кто-то перенес. Это может идти из прошлых жизней. Мы рождаемся уже с тем набором, который пришел к нам из прошлой жизни. Нам неприятно прикосновение. С детства мама обнимает, а ребенок вот не хочет обниматься. О чем это говорит? Это говорит как раз о том, что это проблема с прошлой жизни. Это недоверие, страх перед прикосновением. И представьте себе, если создаются отношения практически идеальные. И только единственная проблема в том, что один из партнеров боится прикосновений. И здесь, конечно же, работа, работа и работа. И об этом нужно знать. И это обязательно нужно проговаривать. И второму партнеру, которому важно прикоснуться, ему нужно понимать, что для того это причина настороженности, причина напряжения, причина страха, который возникает как будто бы неоткуда, из глубины нашей души. И причины как раз-таки необходимо озвучивать. Если она не озвучена, что вот я не люблю, когда меня прикасаются. А чаще всего так происходит в молодых семьях. И представляете, что это может привести к разводу. Но при работе психологической, после того, как эта причина озвучена, когда ты говоришь, мне плохо, когда ко мне прикасаются, мне это не нравится, мне доставляет это напряжение, недовольство, мне неприятно. И тогда здесь важна психологическая работа, совместная психологическая работа. Какие еще виды самовыражения бывают? Бывает, что с детства эмоциональный шантаж в семьях, когда родители говорят о том, что родители, сами находясь в позиции жертвы, обращаются к ребенку и очень часто привлекают его внимание, что ты меня не любишь, ты меня и так, ну, в общем-то. Вот этот эмоциональный шантаж, некоторая психологическая зависимость, они дают с детства уже неправильное представление любви у ребенка. Уже с самого детства ребенок неправильно воспринимает любовь. Когда у него родители вот таким образом им манипулируют. И повзрослев, во взрослом возрасте, такой ребенок может начинать избегать душевной близости. Ему просто сама вот эта вот близость, он же уже потерпел от нее, это некоторое насилие было раньше. И он не дает партнеру внимания, именно потому что у него с детства эта проблема идет. Многие скрывают страх за работой, когда они становятся трудоголиками, они боятся уделить внимание партнеру. И проблему эту маскируют. Ну, каким образом? Иногда даже маскируют тем, что они избегают серьезных отношений, они просто их боятся. И у меня есть, между прочим, очень достаточно большое количество людей, которые обращались, у которых все были такие проблемы. Родители манипулировали детьми, и им серьезные отношения неинтересны. Они говорят, что неинтересны, а на самом деле они страшны им, потому что никто не хочет повторить подобный тип насилия, и во взрослой жизни тоже. Вообще человек может справиться сам с этим видом проблемы, но без его желания это все-таки невозможно. Если он не хочет справиться, если он погрузился в это, ну, бесполезно. В любом случае он должен сам проявить инициативу. Ну, что может произойти? Либо мы терпим в таких отношениях, если эти отношения построены, ну, либо человек разводится, если второй не хочет над этим работать. При избыточном контроле, когда один из партнеров очень хочет знать, что второй партнер ест, а не просто ест, пьет, как он встает, с каким настроением засыпает, что он думает, что он делает. И на самом деле это доставляет огромное количество неприятностей одному партнеру. Но на самом деле проблема не в одном партнере, не только в том, который желает контролировать. Проблема в обоих партнерах. То есть у одного заниженная самооценка и у другого тоже. А у второго неуверенность, опять-таки, в себе и в своей нужности. И он постоянно проверяет. И другой позволяет нарушать свои внутренние границы. Здесь же очень важно научиться тому, кто очень хочет постоянно проверять и ему научиться доверять доверию. И второму, тот, кто не умеет выстроить свои внутренние границы, научиться выстраивать свои внутренние границы. И семейная терапия, как раз-таки работа с астро-психологом, с психологом, с психотерапевтом, она как раз тоже может помочь. Потому что здесь, в этом случае, необходимо каждому развиваться как личность. И тому, и другому. Одному поднимать свою самооценку, другому, как я уже сказала, выстраивать свои личные границы. Вы знаете, на самом деле, сейчас время технического прогресса, когда у нас есть и стиральные машины, и посудомоечные машины, и в принципе, большую количество наших обязанностей берет на себя техника. Вот у нас очень много времени освобождается для каких-то интересных вещей. На самом деле, если бы об этом поговорили даже уже 50 лет назад, я представляю, что на самом деле раньше одному из партнеров просто приходилось отказываться от социальной жизни для того, чтобы обеспечивать быт. И это, конечно же, супруга. Но на самом деле сейчас, если в семье отношения выстроены правильно, то все-таки я бы порекомендовала большую часть работы, той работы, которой конкретно ее не может никто заменить, женщине продолжать выполнять самостоятельно. Я объясню сейчас. Вы знаете, есть некоторые вещи, которые может выполнять только женщина. Мы можем нанять кучу уборщиц, мы можем стирать в стиральной машине и все такое, но есть вещи, от которых зависит в буквальном смысле слова наше семейное счастье. Например, это защита нижнего белья у мужчины. Мы можем доверять этой стиральной машине, но как минимум хотя бы это белье нужно ложить самостоятельно и вытаскивать самостоятельно и развешивать хотя бы так. Не доверяя кому, никаким домоработницам, не доверяя это мужчине, потому что колоссальная энергия по защите семьи, она идет через заботу женщины. Даже само закладывание белья в машину, оно может быть таким, знаете, актом отдачи энергии, защиты. И на это очень важно обращать внимание. На самом деле автоматизировать мы можем все, абсолютно все. И это, и это, и приготовление пищи, тогда теряется вот эта человеческая составляющая. И тогда сама семья, она становится как какой-то такой... Два робота начинают проживать, понимаете? День сурка. Вот она, эта рутина. Рутина в том, что мы сами лично не понимаем, как интересна жизнь, а начинаем обвинять партнера. Если говорить по поводу приготовления пищи, например, сделайте так, чтобы в вашей семье обед проходил внутри семьи. Иногда бывает, когда мы живем в таких больших городах и добираться с работы необходимо по 2-3 часа, это, конечно, проблема. Или еще, допустим, из поселка в город. Но сам по себе процесс приема пищи все равно можно наладить совместно. Даже если сутруг питается не дома, не обедает дома. Во-первых, вы можете позаботиться о нем, приготовить ему еду. И даже если это не первое, не второе, даже если это не так, просто хотя бы завернуть какой-то бутерброд вегетарианский, с любовью. И пусть он кушает, допустим, мясо в каком-то кафе, ресторане или столовой при офисе, но все равно часть своей заботы через приготовленную вашими руками, которая приготовлена с любовью, передайте эту часть энергии сутругу на работу. И уже, поверьте, когда вы уделяете этому как-то вот полчасика своего времени, когда вы настраиваетесь, настраиваетесь, уже нету турутины. И что происходит дальше? Сутруг, который кушает тот самый бутерброд, он наполняется этой энергией за борт, и он свое внимание направляет в вашу сторону. И в этот момент какая-то смс-ка, например, о том, что «Привет, любимый, как тебе бутербродик» привлекает внимание супруга к тебе, и идея, которую вы, может быть, подали ему вчера, о том, что вы хотите сходить, например, куда-то, она тут же возникнет в его голове, и, поверьте, ваш досуг будет обеспечен на самом деле. Рутина, она не в партнере. И если вам стало скучно, попробуйте сами принять участие в том, чтобы разнообразить семейную жизнь. Это вот, знаете, как один из способов. На самом деле их очень и очень много. Потом еще нужно, знаете, что понимать, что вот эти нереальные ожидания, которые, мы же смотрим фильмы, мы смотрим какие-то ролики, мы очень часто залипаем в инстаграмах, в чужой жизни, и у нас создается образ в голове такой вот, как должно быть, как должно быть. Ни одна чужая жизнь не должна вами повторяться. У вас должна быть своя собственная жизнь. У нас у всех должна быть своя собственная жизнь. И она не должна быть похожа на ту, которая в инстаграме, на ту, которая в кино, на ту, которая в каком-то ролике, который вдруг привлек ваше внимание и разбудил вас какие-то чувства. Мы ждем, что мы будем развлекаться, как какой-то красивой мелодраме. Этого не будет. Не будет никогда. Может быть, я разочарую. И эти фильмы, они никоим образом, они очень далеки от нашей личной реальности. Потому что главный, ну, не аниматор, а самый главный ведущий жизни, это мы сами. Поэтому организовать вот это, это наша задача, это в наших руках. Вот те, значит, причины, которые могут предшествовать измене. А теперь поговорим, собственно говоря, по поводу самой измены. Если вопросов нету, а вопросов пока нету, начнем к тем вещам переходить, которые не очень, так скажем, приятны, если они возникают в нашей жизни. Что такое измена? По сути, это когда у человека, у того, которому изменили, вырывают клок из души. Это очень хороший пример, потому что если вы рассказываете этот пример партнеру, он хотя бы, либо даете ему послушать какой-то ролик, он хотя бы примерно начнет понимать, что вы чувствуете в этот момент. Либо если в головах у женщины, у женщин тоже в головах часто возникают такие идеи об измене, что мой муж, он не так хороший, а есть другой, Семен Семенович, очень такой обеспеченный, который проявляет интерес и в общем-то тут, а здесь все рушится, почему бы и нет. На самом деле измену, пережить, сохранить семью в случае измены очень-очень сложно и мужчине, и женщине. Давайте рассмотрим некоторых, некоторый случай. если допустим отношения у нас стабильные, семейная пара стабильная, в отношениях все хорошо, то все вот эти проблемы, которые возникают, они сами по себе будут решаться внутри семьи и появление там любовника, любовницы или вообще связи на стороне даже кратковременной это исключение, такого не бывает. не из-за алкоголя там, не потому что мы там созданы, да, я полигамин по своей натуре, это все отговорки. Если произошла измена, необходимо понять, кому и что не хватает в этих отношениях. Очень часто формулировки такие звучат, скажи мне, что во мне не так, что я делаю не так, что ты пошел к Лене, Маше и так далее. Вообще ни в коем случае нельзя переводить на личности, потому что вы услышите тот ответ, который наоборот вас разрушит. Вы по решению проблемы не приблизитесь ни на метр, ни на шаг, ни на сантиметр, потому что вам начнут говорить, что с вами не так, и вы уже автоматически говорите, что вы виноваты. вы один виноваты в том, что случилось. Невозможно просто-напросто полностью быть, соответствовать ожиданиям, представлениям своего партнера. И это не нужно, в этом нет никакой необходимости. Каждая личность из нас, если мы начинаем говорить, что со мной не так, вы как бы, я изменюсь, я изменюсь, только ты не гуляй, ты не изменяй мне, что во мне не так, это не та история, это позиция жертвы. Причина в обоих однозначно будет, и в то же время ты виноват, ты изменил, ты такой-сякой, и ты тоже виноват. Проблема в обоих, это нужно четко понимать. Даже в самом безнадежном случае все равно. вот смотрите, бывает такая история, когда мужчина, в принципе, кстати, женщин таких тоже встречала, интересно, но я встречала таких женщин тоже, вот сейчас я вспомнила, чаще всего это с мужчинами происходит, есть мужчины, которые не могут жить с одной женщиной, и даже разведясь со своей женой, он женится на любовнице, и он начинает изменять любовницы, с которой все было прекрасно, он заводит новую любовницу, и вот на самом-то деле проблема во всех, ведь женщина же допускает такое поведение, и вот с этим типом мужчины там тоже два варианта, либо смириться, либо развестись, потому что корень, вот то, что он неудовлетворен, то, что он постоянно ищет то одну, то вторую, то третью, в нем самом, это его собственная история, он неполноценным себя чувствует, мы, когда вступаем в отношения мужчины, мы тоже уже однозначно являемся тем человеком, который, в принципе, такого мужчину в свое поле допустил, проблема у нас тоже есть, иногда бывает таким образом, что мужчина говорит, что она не разговаривает нормально, она орет, она постоянно орет, она меня пилит, но на самом деле, знаете, чтобы нормальный человек алый пилил, это значит, что его не слышат, и если бы второй партнер при этом стал проявлять внимание к словам, стал пытаться услышать своего партнера, то это бы уменьшило количество вот этих вот звуков пилы и криков. Еще нужно понимать, вот, что женщина сильнее, более эмоциональна, мы такие, и пережить и простить мужу измену, сохранить семью женщине очень сложно. Ну, смотрите, тут же видите, что получается. Женщина, на самом деле, которая пережила измену и простила, якобы простила, сохранила семью, на самом деле она не простила. Женщина, ну, это очень высокий уровень осознанности, прям, очень уровень. Но человек с таким уровнем осознанности с высоким, он прекрасно понимает причину проблемы и он, собственно говоря, ему уже и лекции не нужны. Вот, поэтому предполагается, что те, кто приходит на такую лекцию, кто слушает, он пытается разобраться сейчас, идет, развивается. И здесь нужно понимать, что когда, например, женщина изменяет, женщина изменяет, она все равно хотя бы чуть-чуть, немножечко влюблена в своего партнера. То есть она все равно допускает вот эту связь, близость, именно потому, что у нее есть чувства возникают. А для мужчины это какой-то более такой процесс. Нет, это связано с его природой. И вот что получается, почему происходит недостаток внимания, недостаток тепла, недостаток одобрения, неблагодарность, и вот знаете, в том случае, если понимают партнеры, то тогда проблема прощения, она как бы менее острая становится. Если они понимают, что женщина более эмоциональна, а мужчина, он более механически относится к измене, то тогда женщина, если она это понимает, это сохранить, уже появляется реальность семью. но если же супруги в том случае, если супруги не вспоминают об этом, не создают, то есть комплекс вины, и если в дальнейшем оба супруга прожив эту историю, можно прожить все равно, тем не менее, прожив эту историю, не обвиняют друг друга, не создают комплекс вины, ты изменил, а вот ты пойдешь, может быть, вспоминают какую-то Надю, допустим, которая случилась это, вот этот комплекс вины, это же вид манипуляции опять, это же не просто так вспоминается, это для того, чтобы и поиметь какую-то вторичную выгоду, а здесь просто нужно вспоминать о потребностях друг друга, вспоминать о том, что значит партнеру не хватало тепла, не хватало одобрения, не хватало благодарности, не хватало восхищения в случае с мужчиной, потому что мужчине именно таким образом он воспринимает, то есть его внимание к семью привлечь, на самом деле не так это сложно, если женщина благодарит за действия мужчины, если женщина позволяет принимать решения, если женщина высказывает мужчине свое одобрение его поступкам благоприятным, хорошим, да, дает ему тепло, ту же самую тактильность, но мужчине смысла нету. Вот, то есть каждому по сути нужно помнить, что необходимо другому и комплекс вины не создавать. Если же женщина партнер из раза в раз ищет на стороне развлечений и это для него способ самоутверждения, все-таки разумнее такого партнера отпустить, на самом деле отпустить, если он не готов работать и тогда лучше так. Процесс прощения сложный, потому что тот, изменил, он автоматически переходит в категорию людей, которые потеряли доверие. И здесь очень часто женщина начинает действовать таким образом, как вернуть доверие женщина или тот, кто изменил, мужчина может быть, если женщина изменила, как вернуть доверие. На самом деле доверие должен возвращать тот человек, который совершил неправильный поступок. Мы опять-таки из-за того, что женщина чаще всего боится потерять брак, опять-таки есть какая-то выгода в этом браке, возможно, это финансовая защита, страх остаться одинокой, дети, сейчас проговорим про детей тоже. вот и вот эта вторичная выгода, она как раз таки, знаете, начинает толкать человека на то, чтобы вернуть доверие на этот вопрос. Ты не должна возвращать доверие, если ты его не терял. Доверие должен возвращать тот человек, который изменил. вот дальше, что еще? Если случилась эта ситуация, но все-таки мы решаем о том, что мы прощаем, и вторичная выгода это, когда есть там финансовые, дети и так далее, это не так уж и плохо, то здесь на самом деле лучше просто проораться в поле, в лесу, в комнате, провести какие-то специальные практики, перебить всю посуду, разломать автомобиль, взорвать гараж, придумайте сами. Ну, то есть выплеснуть вот этот негатив, чем все время напоминать партнеру об этом факте, о том, что произошло. и помощь психолога в этом случае она является тоже большим таким подспорьем. Ну, и теперь давайте с вами несколько практических советов. В первую очередь, когда семья стоит на грани развода, каким образом практически мы можем эту грани сбежать. Первое, разговаривайте с супругом, разговаривайте со своим партнером. И большинство проблем из-за отсутствия доверия, но еще из-за того, что мы не умеем доносить информацию. Если мы что-то хотим или не хотим, не нужно ждать, когда супруг догадается. Нужно сказать, мне это не устраивает. Необходимо сказать, я хочу так, так, так. Это, кстати, все партнерские отношения. Не только супружеские. Возвращаемся к супружеским отношениям. Здесь, когда мы начинаем проговаривать то, что нам нравится или не нравится, то, что мы хотим или не хотим, важно еще, как мы это доносим. например, если мы кричим, вспомните, очень хочется цветов, духов. И когда мы говорим, да я тебя даже дождаться не могу, сколько можно, но это вообще тоже не та история, которая приведет к нужному результату. Не дождетесь ни духи, ни цветы, ничего. А если говорим нежно, по-женски, вот я бы очень была бы рада цветам. А если говоришь-говоришь и это не происходит, тогда просто так делаем, стучим и говорим я хочу в цветочной и просто идем в цветочной и показываем. Помните Наталья Анаэль, она этот пример очень даже хорошо приводила. Я хочу этот букет, я хочу эти цветы, я хочу эти духи. На самом деле грамотная женщина, она все организует таким образом, что супруг ей принесет именно тот подарок, который ей хочется. И избежит духов с запахом неприятным, например, или те цветы, которые ей вообще не нравились и ассоциируются у нее с похоронами, например, гвоздики, например. правильной формулировки. Очень важно правильную формулировку. Не вопрос такой, да что во мне не так, да, а что я могу сделать для тебя, чтобы ты порадовалась, или что я могу сделать, чтобы ты порадовался. Вот, и если мы при этом открыты, доброжелательны, вот эта формулировка отсюда, от сердца, она, конечно же, дает возможность уменьшать напряженность в семье. Если мы говорим от третьей чакры, от третьего энергоцентра, пытаюсь подобрать слова, потому что понимаю, что не все знают энергосистему. От сердца понятно, да, но иногда мы говорим другими, используя другие чувства, используя эмоции, когда мы говорим, допустим, даже то слово, чем я могу тебя порадовать, вот если мы говорим, чем я могу тебя порадовать, вот скажи, пожалуйста, что я могу сделать для тебя, чтобы все получилось, чтобы ты порадовался, чтобы у нас напряжение ушло из отношений. Это один вариант, а другой вариант, да, когда мы говорим, например, что, что я могу сделать для тебя, что я могу сделать для тебя, что я еще должна сделать для тебя, или что я должна сделать для тебя. У кого-то звук включился, давайте выключим, наверное, это вы не хотите, Анечка, чтобы мы вас слушали, я вас выключу пока, потом, когда будет вопрос, тогда, или пишите, или зададите, понимаете, да, правильная формулировка, правильный тон, откуда мы говорим, играет огромную роль, представляете, что когда мы говорим, ну что я еще могу сделать для тебя, что, то здесь, конечно же, ловится эта энергия на том же самом уровне, да мне ничего от тебя не надо, скорее всего, последует ответ, и вроде бы ты думаешь, что я воспользуюсь советом, и сделаю вот так, я спрошу, чем я могу порадовать, а говоришь не оттуда, не с теми эмоциями, не с теми чувствами, если в момент, когда мы задаем вопрос, у нас не успокоены эмоции и чувства, лучше вопрос этот отложить в сторону, подумать, снять сначала напряжение, а потом вернуться опять к этому вопросу, но еще, знаете, вот искала когда материал для того, чтобы структурированно рассказать вам об этом, как сохранить семью, как во время измены, здесь еще тоже попался такой вот пример, когда нам просто необходимо исключать те вопросы, которые будут в ответе могут, знаете, привлечь оскорбление, я уже говорила об этом чуть-чуть раньше, например, да, ты как идиот, да, ты же мог сделать, а поступаешь как идиот, например, да, или там, если есть оскорбление, даже вот в этом, когда мы говорим от сердца, ну, сами понимаете, что здесь как бы сами вообще оскорбления, они неуместны, человек, который говорит, реально говорит от сердца, при этом у него не смешиваются эти две энергии, он просто даже в голове не возникнет какое-нибудь такое оскорбление привлечь в разговор, потому что если, допустим, мы начнем говорить там, ну, что я, что во мне тебя не устраивает, может быть, я такая-сякая, то тебе обязательно скажут, что такая-сякая, и будет ссора, поэтому выбирайте формулировку, и вообще в семье очень хорошо и очень правильно, и на этапе построения отношений очень важно про это проговорить, и мы тоже с вами, да, это уже не один раз говорили, разговоры по 10, 15, 20 минут в день, когда женщина говорит, а мужчина отвечает, я все решу, не переживай, слышать, слушать друг друга, это очень-очень важно, и нужно слышать, не просто слушать, а отмахиваться, и не надо даже ерундой мысленно называть проблемы другого. Следующий совет, практический совет, учитесь благодарности. Учиться благодарности, это просто очень важно. Мы часто считаем само собой разумеющимся то, что ради нас делают. Например, супруг зарабатывает, приносит домой, ну, это так и положено. Жена стирает рубашку, там, гладит белье, это так и положено. Учитесь благодарности. Принес муж что-то домой, необходимо просто поблагодарить. Погладила жена рубашку, необходимо поблагодарить. Садитесь вы вместе со мной, желаете друг другу приятного аппетита, поблагодарите. Поблагодарите за то, что делает другой. Иначе без благодарности мы показываем, что мы не замечаем ничьих стараний. И тогда стараться становится просто незачем. Зачем нести туда то, что никак, никаким образом не оценивается. это обесценивание. И обесценивание тоже приводит к проблемам в семье. Меняться сами, меняться нужно самим. Это следующий практический совет. Потому что, знаете, если мы хотим стабильных, хороших, устойчивых отношений, то в первую очередь нужно нам стать самим собой. И нам нужно понимать, что важно нам самим. Я не говорю, что вам нужно, например, партнер что-то, он чем-то недоволен. Это не значит, что необходимо подстраиваться под партнера. Это значит, что нам нужно меняться самим и слушать свое сердце. Тот отклик в сердце. То, что приносит нам счастье. если конечно наш лишний вес является причиной проблемы, то нежелание меняться, нежелание меняться, работать со своим телом, говорит о лене. И я не об этом сейчас. Я говорю о том, что нужно следить и понимать, что нас радует, что дает нам энергию, что нас огорчает. И не позволять огорчением входить в нашу жизнь. Проговаривать опять-таки. Есть нездоровые модели поведения, которые могут быть и у вас, и у супруга, либо у партнера потенциального. И вот эти модели поведения, анализ того, что ты проживал в детстве, можем разобраться с этим только мы сами. Партнер с этим разобраться не может. Он может смотреть и говорить, да вот ты там от своего папы нахваталась или у тебя это было так или этот. Но это опять-таки нужно работать с собой. Если ты говоришь, что у тебя в твоей семье папа не такой, мама не такая, а у меня все хорошо, извините, мы притягиваем тех партнеров, которых мы отзеркаливаем. И у тебя могут быть супер-пупер навороченные родители, которые тебе давали все-все-все, но при этом не было чего-то другого. И ваши семейные отношения у одного и другого, они похожи, модели похожи, обстоятельства разные, ситуации разные. Поэтому разбираться со собой это наша задача. И нам нужно понимать ценности. Какие важные ценности? Ведь для нас. потом знаете, и я несколько раз уже повторяла еще один из практических советов, помогайте, обращайтесь к помощи наставников. Помощь наставника на пути, вообще это задача мужчины, найти духовного наставника, и когда сложности в семье образовываются, любые сложности. Тот человек, которому вы можете рассказать все про себя, либо это, возможно, будет психолог. даже индивидуальная работа, она очень сильно и хорошо помогает. Вот теперь давайте знаете еще следующий совет по поводу детей. Очень часто так формулировка звучит, сохранить семью ради детей. Здесь очень важно разобраться, когда оба родителя несчастны, не решают, ну, вообще не хотят идти, один из партнеров приводит семью в деградацию, вот смотрите, еще важный момент, давайте я проговорю, когда может быть оправдан, если не проговорил, оправдан развод ведических писаний, если один из партнеров ведет в деградацию, да, ну, иногда мне, я боюсь это произносить, потому что каждый начинает понимать, да, вот мой партнер меня ведет в деградацию, я развожусь, если у вас такая идея возникла, то помощь следующего человека необходима, вот психолога как раз таки, теперь по поводу детей, очень часто мы сохраняем семью ради ребенка, ребенка, на самом деле быть счастливым, быть несчастным, жить вместе или жить отдельно, это только наше личное решение, и когда мы говорим, что я живу ради ребенка, тем самым мы что делаем, мы перекладываем ответственность на детей, если в нашей семье сложилось обстоятельство таким образом, что мы уже близки к разводу, детям и так сложно, потому что склоки, проблемы, конфликты внутри семьи, они уже разрывают детское сердечко на две половины, ребенку важно иметь и папу и маму рядом, конечно же это все действительно так, и наличие обоих родителей, оно позволяет ребенку полноценно развиваться, полноценно расти в любви и ласке, но это только в одном случае, если родители уважают друг друга, а когда мать поливает грязью отца, а он ее игнорирует, презирает, лупит, психика ребенка, она разрушается и разрушается больше, чем отсутствие одного из родителей и спокойное состояние второго родителя, здесь важно очень это понимать, когда обычно возникает такой вопрос, когда сохраняю семью ради детей, когда один из родителей привык жертвовать собой, состояние жертвы ради детей, маме очень важно показать свою хорошесть, и тогда она, знаете, как бы начинает я хорошая, я ради детей, это эго, это и есть тот самый эмоциональный шантаж, о котором я говорила в самом начале, потому что если жертва есть, она обязательно захочет что-то получить, я же жертвую, и ты верни меня за мою жертву, по-другому не бывает, а дальше, когда еще такой вопрос ради детей возникает, когда мы сами или партнер молчим о настоящих причинах, то есть ложь, когда в семье есть ложь, опять-таки я возвращаюсь к той самой вторичной выгоде, когда один боится, что у него без того человека будет недостаточный статус, например, или денег не хватит, кому-то быт уже налаженный нравится, и страшен развод и раздел имущества. Ну и вот тогда вот такой вот мотив, такой мотив, он, знаете, к чему приводит? То, что тогда вот эта вот ситуация, она будет сохраняться в тех же самых рамках, но не будет признания правоты партнера и не будет работы над собой. То есть ложь приводит к большим проблемам. Поэтому если у вас возникает вопрос о сохранении отношений ради ребенка, здесь необходимо просто перестать лгать себе, перестать лгать друг другу. Если есть взаимное уважение, наладить взаимоотношения можно не ради ребенка, а ради общего счастья, нет уважения, я не знаю, насколько нужно мучить детей, просто, наверное, отстраниться хотя бы на время и налаживать контакт на дистанции. как сохранить мир? Как сохранить мир? Здесь мы с вами очень много говорили на предыдущих уважение, послушание со стороны женщины. Есть еще несколько таких практических советов. Во-первых, в первую очередь, женщине всегда нужно помнить о своем внешнем виде, потому что красота женщины в семье она нужна не только мужу, она нужна нам самим. Когда женщина красива, когда она ухожена, когда у нее есть и крема, и маски, и красивая одежда, это уже само по себе автоматически наполняет женщину энергией. И тогда она доброту и ласку отдает естественным способом. Нам всегда нужно помнить о своем внешнем виде. и даже кукулей, торчащие в разные стороны волосы, при этом это должно быть привлекательным. Понимаете? Даже домашняя одежда, которая кажется простой, она должна быть как-то завязана, допустим, особенным способом. Может быть, там есть какой-то такой атрибутик, вроде бы простая одежда, но тем не менее все равно это говорит о том, что женщина помнит о своем внешнем виде. Просто сейчас она хочет побыть с растрепанной прической, и эта растрепанная прическа ей очень и очень нравится. Это очень важно. Дальше женщине важно давать партнеру побыть одному. любой человек нуждается в уединении. И на самом деле, когда у мужчины что-то происходит, какие-то проблемы по работе, например, ему он легче переживает наедине с собой. А когда у женщины проблемы, ей нужно выговориться. Но мужчине немножко надо побыть в одиночестве, и поэтому даже есть такой практический совет. Первые 20-30 минут пришел муж с работы, подали тапочки, принесли тапочки и потом в сторону. Не загружаем его проблемами, вынеси мусор, принеси молока и так далее. А вот какое-то первое время не трогаем, потом ужин, а потом уже просьба. Дальше еще один практический совет, он вытекает из прошлых наших лекций тоже. Никогда не говорите плохо о своем муже. Никогда. потому что ту информацию, которую вы скажете, по этой информации будут судить. Даже если проблемы серьезные в отношениях, своим близким, окружающим, мамам, папам, братьям, сестрам, тетям, дядям говорить, а может, плохо, не надо. Нужно говорить, что у меня проблемы, например, если уж совсем некуда. Иначе ваши близкие будут считать вашего супруга или супругу самым плохим человеком. И чтобы ему потом это мнение поменять, придется очень много усилий прилагать. Что интересно, женщина, которая говорит, говорит о муже плохо, потом мирится с мужем, а окружающие начинают смотреть на нее как жертву, тем самым формируя вот это поле, и это приходит к тому, что его никто не уважает. Трудно сохранить уважение. Поэтому, когда вы выговариваетесь своим близким, сохраняйте уважение к партнеру. Еще женщине важно помнить о том, что у нас плохое настроение бывает просто так. Есть такая штука внутри нашего женского организма, которая называется гормоны, смена циклов. Поэтому нам просто важно это помнить. когда у нас плохое настроение, мы раздражены, и нам хочется орать, и всех обвинять, и хочется топать, и кричать, нужно просто помнить, что не все виноваты вокруг. Поэтому нужно быть осторожными со словами. Ну, ни одного вопроса. И советы мужчинам. Как же сохранить отношения, слышать и слушать жену? мужчинам важно знать, что многие женщины, когда они говорят, они думают в это время. Понимаете? Уже во время разговора еще идет мыслительный процесс. И если мужчина хочет, чтобы его супруга не напридумывала всякой ерунды, а потом он будет говорить, я вообще не понимаю, что у нее в голове, что за каша у нее происходит в голове, вообще, о чем она думает, как она могла себе это подумать. Вот здесь в этом случае важно слышать жену. Пусть выговаривается, тогда не будет этой проблемы. И нужно ей говорить и о чувствах, и о мыслях. И фактически, если этого не будет происходить в семье, женщина неосознанная рано или поздно найдет того, кто будет ее слушать. Хорошо, если это подружки, а если это другой мужчина, то здесь, конечно, опасно. Мужчине нужно хвалить, хвалить женщину, ему нужно постоянно хвалить. И какая ты у меня красивая, и ты у меня такая, и как ты вкусно приготовила. И даже если там что-то подгорело, все равно мужчина должен хвалить и говорить, ну ничего, но это божественно, чуть-чуть подгорело, но это так вкусно. Вы знаете, у меня мой сын младший, он говорит, мама, это божественно. Понимаете, что для мамы, как важно услышать это от своих детей, а как это важно жене от своего супруга услышать. мужик. Поэтому если вы называете свою жену неумелой, что она это не может, она у нее там бардак, у нее здесь бардак, она бесполезная, она там глупая, она криворукая, такая-такая-сякая, вы в итоге получите это самое. Поэтому совет для мужчины, хвалите жену как можно больше. Она самая лучшая, ее самооценка зависит от нас. Дарите ей цветы, говорите о том, что она вам нужна. Это окупается в миллионы раз. И еще мужчине очень важно защищать. Всегда, во всех ситуациях, защищать свою супругу. Никогда не вступать на сторону других в конфликте. Даже если вы понимаете, что ваша супруга, жена говорит глупости, или делает глупости, или она там истерит. Наедине вы можете сказать, что она была неправа. Вы можете ее в чем-то ограничить, наедине. Об этом никто не должен знать. И никогда не вступайте, не говорите, да он же прав, да ты же сама. Понимаете, это все, это все. Жена должна знать, что вы никогда в жизни не дадите ее в обиду. И для нее это и есть та самая защита. Вот так вот. поэтому, собственно говоря, с практическими советами закончено. Ну и с изменами тоже. Надеюсь, что с ними будет покончено вообще в принципе. Я готова ответить на ваши вопросы. Пишите, включайтесь. ладошка, у тебя нет вопросов. Калочка, вы хотите что-то спасибо. Спасибо большое за лекцию, очень интересно это все послушать было и проанализировать, конечно же, жизнь свою. жалко, что нам в школе не преподавали раньше науку взаимоотношений. Я считаю, что нужно вводить прям со школы, чтобы девочки знали, девочки, мальчики. Это просто краеугольный камень сейчас в жизни. Нам всем не хватает знаний о том, как строить отношения, вообще, что такое отношения. Отношения это целая наука. Спасибо вам большое за то, что вы несете эти знания в массы. Очень важно. Я вас благодарю. Но не я, мы вместе, понимаете? Мы же вместе это все делаем. Я рассказываю, делюсь своим опытом. Вы слушаете, воспринимаете. Сегодня, кстати, не нужно заниматься самоанализом, но Венера это тоже об отношениях. Представьте себе, что мы просто с вами поднимаемся на следующую ступеньку. Мы получаем информацию и поднимаемся на следующую ступеньку. Ступеньку своего развития. Когда мы готовы к новым отношениям, если их нету. Когда мы готовы к новым отношениям, если они есть, но их нужно трансформировать некоторым. И мы вместе несем эти знания. Потому что вы послушав и поняв, как они важны и ценные, вы все равно кому-то обязательно скинете ссылочку на эту лекцию. Вы кому-то как-то дадите какой-то совет, когда у вас спросят. И где-то в общении, пускай даже с одним человеком, вы все равно дадите ему тоже важное наставление и скажете важные слова. И вот вы знаете, это наша работа с вами вместе, коллективная. Поэтому все благодаря Всевышнему, он дает такие уникальные возможности и нас друг к другу приводит. И я благодарю его от всей души. Да, Ладушка, привет! нашим по-моему нету звука, потому что мы не слышим вас в наши постоянные слушатели. Нет, звука нет, вообще не слышно. Вот сейчас вроде бы отключился и включился, видно, что был отключен и включен микрофон, но звук все равно звука нет. Так, может быть где-то что-то какой-нибудь шнур, может быть там? Попробуйте. Спасибо за лекцию. Анечка, да, и я вас благодарю. Дуже корыстная информация, сейчас подобалось, дякую. А сейчас слышно? Да, сейчас слышно, Ладушка, да. А я, да, я вышла и зашла, я не знаю, никого не перебила. У меня, знаете, какой вопрос? Сейчас вот отношения как бы неактуальны, но я успела уже накосипорить. Вот сейчас Матька ушел, не слышит. А я, когда мы с его папой расставались, да, расставались мы очень плохо, и я все-таки успела Матвею сказать не самые лестные слова о причине, ну, Матвей интересовался, о причине нашего расставания. Как мне теперь это все исправлю? О, а как исправлять? Это же честность. И когда сказать, ты знаешь, Матвеюшка, я была не права, я тогда была очень сильно эмоционально, ну, я была очень сильно струнна, ты же понимаешь, что я не идеальный человек. Я стараюсь, да, и просто сказать, что... Марина, если его отец на самом деле сволочь большая, нужно ли было говорить это ребенку, да? Нет, я просто рассказала о правде, но в сердцах, обо всех нехороших поступках, ну, нет, конечно, не обо всех, так вот, насколько его возраст развалял, но сказала, что папа очень был неправ, нехорошо поступила, и поэтому мы разошлись. Вот так вот. Я сказала правду. Как теперь исправиться, какой-то неплохой. Мама же не могла выбирать партнера, у мамы же не было знаний, но такое счастье, что есть ты. безтолкновая, я же была безмозглая совсем. Нет, я Матвею об этом говорю, что знаний не было, поэтому как дожила до этого момента, так и дожила, а как смогла, так и жила. Есть, вот мы же говорим об этом, в детской школе как раз о том, что дети знают сейчас уже с этого возраста. Есть действия, разные действия, есть физические действия, есть действия речи, есть мысленные действия. И вот если физическое действие, когда мы, допустим, кому-то на ногу наступаем, и в ответ нас столкнут, то есть это мгновенная реакция судьбы, да, мы наступили, нас столкнули, мы сразу получили в ответ, то есть, ну, как бы, все, больше не накажут. Есть мысленные действия, когда мы думаем, думаем плохо, но у нас есть здесь шанс исправить ситуацию, потому что мы потом раскаиваемся и мысленно можем попросить прощения у человека. Вот, и это действия, они как бы, они тоже опасны, но есть шанс исправить. А вот действие словом, и ведь поговорка-то такая, тоже же она, слово не воробей, вот слово как раз таки, оно его не исправить, но, ну, вот совсем прям уж так вот, но раскаянием, и просто нужно, необходимо, Матвеюшке, просто показывать правильный путь. Сейчас у вас все замечательно, все сейчас прекрасно, и ведь те слова, которые тогда были сказаны неосознанно, мы же прекрасно знаем, что все, что мы говорим, неосознанно это все равно, мы говорим, здесь причина всему Всевышний, и даже мысли, что это нужно исправить, причина тоже Всевышний, нужно его благодарить, и показывать правильную дорогу, знанием, своим собственным примером, и по сути, те сказанные слова, они просто будут отложены пониманием того, что нельзя так поступать, а сейчас работа над его нравственным кодексом, над его устоями, на его стержнем мужским, где хорошо, где плохо, уважение, это работа над тем, чтобы он не повторял, и просто идем дальше, не надо оглядываться назад, что вот я накосипурила, и так далее, идем дальше, но уже сознанием, сознанием, вот, сказали плохо, уже не вернешь, оно отложилось в ребенке, а теперь формируем в нем понимание, как нужно правильно делать. Марина, этот отпечаток-то можно как-то убрать, ну, зашлифовать, выговорить, то есть, может быть, проговорить, что я так относилась, потому что... С Матвеем или с собой? С Матвеем, с Матвеем. С Матвеем? С собой-то я уже договорилась, я уже все осознала, поняла, уже поняла, что это было мне свыше послано, для... Сама выбрала такое, и вот-вот, ну вот, а вот с Матвеем, чтобы у него отпечаток этот не остался. А я же не знаю, что конкретно, что конкретно. А потом, знаешь, Ладушка, тут еще такая история, может быть, дать возможность Матвею самому разбираться со своими отпечатками? Он очень хороший мальчик. Он хороший, слушайте, но без помощи, это ведь сложнее. Вот если бы вы мне не помогли, я бы не разобралась. А ему же тоже нужен кто-то, чтобы помог. Тогда мне нужно конкретно знать, конкретно, потому что мы абстрактно сейчас говорим. И чтобы практически конкретный совет дать, как проработать. Потому что с тем, что отпечаталось у него, знает он, а может быть, вообще не отпечаталось. Слушайте, вот мне нужно будет задать один вопрос. Марина, разрешите мне сейчас его задать, потому что он очень важный, и может быть даже, сейчас я уйду подальше, и может быть, он кому-то еще пригодится. У нас была ситуация, когда я жила какое-то время в стрессе, в ужасном стрессе, вот прям я вам передать не могу. И мне нужно было как-то выживать и зарабатывать. А Матвей тут у меня крутился, крутился. Я на него так накричала и нашумела, что он на меня смотрел спорить, ну, заплакал. И когда до меня дошло, там, через час, я стала с ним проговаривать, и он мне сказал такие слова. «Ты знаешь, мам, а ему было, Марина, ему было, блин, дай бог, чтобы четыре года было». Он сказал, «Мне после твоих слов жить не хотелось». То есть, а сейчас я с ним разговариваю, говорю, «Матвей, вот там была у нас одна история с тобой, я не говорю, какие он слова сказал, и говорю, что я тебя очень сильно обидела, тебе было очень больно. Ты помнишь эту историю? Потому что я была неправа, и я бы хотела с тобой это проговорить». Он не помнит. А на самом деле он не помнит. Вообще, одно из качеств настоящего мужчины, я просто уверена в том, что Матвей пришел в этот мир, он уже пришел с качествами настоящего мужчины, это умение прощать женщину и не упрекать ее за ее истерики. И вот в ваших отношениях Матвей очень часто выступает в роли такого наставника, несмотря на то, что мама-то старше, да? Поэтому, Ладушка, не нужно по этому поводу переживать. И для мужчины очень важно научиться прощать женщину. Скорее всего, он действительно проговорил, сказал, что ему не хотелось жить, а мама эмоционально это восприняла. А я думаю так, что все-таки все у вас. Все хорошо. Да, 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 да. Нужно посмотреть, да, нужно жить сейчас этим моментом, не повторять то, что мы делали, во время своей повышенной эмоциональности выходить на улицу, вот делать вот эти практики и просить Всевышнего не причинять вред живым существам, быть инструментом в его руках. Важен сейчас вот этот момент. Я еще хочу сказать, смотрите, Васиштха говорил, неосознанные действия в прошлом не так важны, как осознанные действия в настоящем. Поэтому вот сейчас, в этот момент, как мы поступаем, вот это важно. Важна та работа, которую мы сейчас проводим над собой. Вот это должно быть прям у каждого на сне висеть, потому что самокопание, тем более в день Венеры, таким самоанализом из себя еще, это просто неблагоприятно. Венера говорит, послушали информацию про измены и понимаем прекрасно, что больше, если это было в жизни, мы этого в жизни не допустим и начинаем учиться. Сегодня, кстати, очень хороший день. Это такое утешение. И я вас благодарю. Я вас благодарю. Ведь знаете, кто кому делает больше добра, это еще непонятно. Это знает только Всевышний. Если есть вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Васиштха – это древний мудрец, который наставлял раму. И вот это, да, это его прям. Есть вопросы, Марин, помните, я очень просила оставить ссылочки на книги, которые почитать в первую очередь, именно касающиеся, ну, вот, Святые Писания. Да, да, да. Сделать. То есть, накупила книжек, а не знаю, с какой начать, не хочется все подряд, потому что оно, ну, время-то занимает. А период, период, не-не-не, период какой? Если есть период, есть период Сатурна, например, с Адесати, или под период Сатурна, вообще с Величия Сатурна лучше всего начинать. Это вот всем прям рекомендация такая. Да? Ну, в субботу, завтра суббота как раз. С Величия Сатурна, это прям, там есть даже в самом начале, как начинать читать Величие Сатурна, как к этому подготовиться. И в семье это очень хорошо. Читайте по, начиная с завтрашнего дня, читайте по коротким главам. Пойдем. Хорошо, спасибо. Все чудесно. Так, если есть еще вопросы, давайте будем отвечать. Вопросов нет? Ну, все чудесно. Вот Валечка пишет, вопросов нет, очень интересно. Хорошо. Ну, тогда я вас тоже хочу поблагодарить от всей души и напомнить, что у нас есть, тем, кто не знает, конечно, что у нас есть канал, который называется New Life. Ссылка вот здесь в описании. И делитесь знанием, делитесь этим видео, если оно откликнулось, с такой же любовью, как мы с вами делимся. Приходите к нам. Мы очень рады принять вас в наш такой теплый круг. У нас есть и детская школа, и взрослые школы. Мы обучаем очень важным наукам. Добро пожаловать в новую жизнь. Ну что, я заканчиваю. Всего доброго. Не прощаюсь. А до свидания. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok